Всем привет! С начала нового влога. Видите, у меня здесь что происходит? У меня здесь происходит перетрансформация комнаты. Мне сейчас Матвей пришёл и говорит Мам, ты вообще не можешь жить спокойно, да? Ты так мне сказал? Я говорю, нет. Я не могу. Я говорю, такая я, суетная. Я хочу переставить диван, чтобы тут всё было по-другому. Сейчас посмотрим, что получится. Девчонки, вот так получилась комната. Мы всё переставили. Диван, комод. Вот эти шторы я повесила. Сейчас ещё колонку надо будет убрать. Мне кажется, так стало очень уютно, намного уютнее, чем было. Здесь стол. Ой, подождите. Вот так вот. Мне кажется, очень хорошо. И там у меня всё для ниток. Теперь в комоде у меня вот там вот ниточки. В общем, красота. Девочки, у нас капец снега. Просто с учётом того, что мы уже днём убирали. Вот здесь, получается, не было вообще снега. Я всё счистила. И представьте, сколько за три часа намело опять. Короче, можно в спортзал, в принципе, не ходить. Потому что получается очень всё. Вообще, снега ужас просто какой-то. Матвей пытается там снеговика лепить. Вот наш домик. Такой красивый, новогодний. Ну, чё? Делается? Лепится? Ну, давай. Давай. Ой, здрасте. Доброе-доброе утро. Я готовлю завтрак. Натёрла сыр, колбаску. И делаю вот такие вкусные треугольнички. Немножко масла. И завтрак будет готов. Он и худеющим подойдёт. И не только худеющим. В общем-то, всем будет очень вкусно. Всё натерла на тёрке. Даже колбасу постаралась. Но она немножко такими кусочками получилась. Но ничего страшного. Просто у меня колбаса была вот такая докторская нарезка. Сейчас ещё вот этот кусочек. И разный сыр у меня был. Три вида я прям натерла. И класс. Девчонки, смотрите. У меня идея, короче говоря. Я тут купила вот такую большую ветку. И олку. Это не ёлка, это пихта, наверное, называется. Вот. И была корзина. Сейчас Дима мне отрезал верхушку. Я заказала вот эту губку. Как она называется? Вот эта губка. Скажите мне. Ну, в общем, вы поняли. Флористическая, что ли, губка. И у меня есть. Я вот специально поставила вот такой пакетик прозрачный. И свечи. Я купила вот такие красивые свечи. Я вам, помните, показывала? Я хочу сделать композицию. Давайте посмотрим, что же из этого выйдет. Смотрите, получилось пока так. Так, ещё нужно докупить какой-нибудь сюда декор новогодний. Может быть, что-то сюда положить. Какие-то бантики прицепить. Ну, пока вот так, мне кажется. Ну, немножко странно выглядит, но симпатично. Сейчас я вам покажу, как будет на столе смотреться. Видите, он на крыше сарая убирает снег. Вот такое вот удовольствие жить в своём доме. У нас просто новогодняя сказка. Такая красота. Выпало очень много снега. Но это очень круто. И на улице очень-очень тепло. Прям кайф. Смотрите, какая красота. Вообще просто. Как в сказке. Мне сразу хочется, знаете, сегодня пойти. Сейчас пойду сделаю какой-нибудь вкусный ягодный компот. Сварю мальчишкам. Хочется смотреть сказку Морозко. Хочется Глинтвейна. И очень классное настроение. Просто очень классное. Мы ждём. Нам осталось несколько деньков. И у Евы должны начаться роды. Она пока себя хорошо чувствует. Но единственное, вот два дня очень много лежит, отдыхает. Да, собак? Я думаю, что скоро всё начнётся. И мы будем встречать скоро Новый год с нашими маленькими малышами. Пойдём, зайка. Костюм ей до конца не застёгивается. Но всё равно классно. Девчонки, вы знаете, что мы общаемся с Настей Роткевичем, с блогером. И она сделала мне подарок. Сама отозвалась. И вы знаете, она сейчас занимается свечами. И у неё свой бренд. Вот видите, вот такой вот у неё свой бренд. Вот Ансуми. Вот. И она занимается свечками. Что могу сказать? Смотрите, какая красивая упаковка. Просто немоверная. Аромат очень приятный уже был. Слышан, когда я только открывала вообще транспортную упаковку. И сейчас я хочу добраться до самой свечки. Вы только посмотрите, какая шикарная свечка. Очень вкусно пахнет лавандой. Просто неимоверно классная. Настя, это большая умница. Сделано всё просто, великолепно, шикарно. И, ну, слов нет. Очень круто. Просто круто. А вот это уже вторая свечка в таком белом исполнении с чёрной надписью. И это у меня кашемир. Я так понимаю, тоже здесь карточка. Как ухаживать за свечкой, как её правильно зажигать. Вот её инстаграм. Очень классный. Так, теперь я хочу её послушать. Девчонки, этот аромат просто божественный. Обалденный аромат. Очень вкусно пахнет. Настя, спасибо тебе большое за такой подарок. Процветание твоему бизнесу. Чтоб всё получалось. Это очень круто. Девчонки, продолжаю снимать свой влог. Очень тяжело он сейчас идёт. Много работы. Много, в общем, разных дел. Самое важное, самое главное дело – это день рождения старшего сына. Завтра ему исполняется 17 лет. И вы знаете, мне даже не верится, что у нас такой взрослый сын. И я им горжусь. Ну, мы им гордимся, однозначно. Мы им гордимся. Это у нас хорошие дети. И дай бог каждому таких детей, которые всегда придут на помощь, которые ответственны за старших, за младших, которые не грубят, которые... В общем, мы воспитываем наших детей очень, знаете, так... Ну, хорошими ребятами мы их воспитываем. Трудолюбивыми, потому что... Ну, мы сами такие, видимо, они видят этот пример в жизни. И, в общем, мы гордимся нашими детьми. Ну, и Даня, конечно, он старше, он первый. Он желанный такой был первый ребёнок. Матвей тоже был очень желанный мальчишка. И я помню тот день, когда я попала в роддом, и мама очень переживала за то, что я буду бояться рожать. А я ушла в роддом с одной фразой, которую мама всегда говорит на день рождения Дании. Она сказала, говорит, мама пошла твоя, и сказала, наконец-то я увижу своего сыночка. И действительно, я их очень люблю. И дети – это великое-великое счастье для женщины. Ну, а я, пока у меня печётся торт, не изменяя традиции, мы печём торт. Я вяжу. Сейчас покажу вам. Торт я делаю обычный бисквит, будет у нас белый крем. Но я сделаю интересную пропитку. Сейчас вам покажу. У меня тут робот-пылесос ездит. В общем, смотрите, девчонки, вот так я оформила композицию. Смотрите, для пропитки я купила вот такую начинку. Это на солёная карамель. Это у нас продаётся в кондитерских магазинах. И для того, чтобы бисквит был, ну, таким более влажным, у меня не было никаких ягод, у меня был апельсин. Я сделала такую апельсиновую водичку. Всё залила горячей водой. Добавила немножко сахара, немножечко даже лимона я добавила. И всё это у меня проварилось. Теперь стоит. Я потом так немножко ещё, знаете, подавлю. Да что-то стул упал. Сейчас я немножко подавлю вот так. И потом будем тортик наш... Ой, ну что ж такое? Сейчас, подождите. О, будем. Вот и наш, это красавчик там. Печётся. Уже так вкусно пахнет вообще. Вот. Такая красота. Сейчас посмотрим. О, вау. Смотрите. Класс. А ещё я сделала очень красивые ногти. Посмотрите, как они переливаются, играют. А если включить... Пойдёмте, включу. Матвей, пойдём, включишь мне свет. А, вот. Видно, вот видите, как они блестят. Такой маникюр новогодний. Хочу Матвейну кровать эту продать. И купить новую. Конечно. Снимайте за правду кровать. Угу. Ничего страшного. Вот такой тортик получился. Со звёздами. Потому что шары будут со звёздами. Мне кажется, красиво. Девчонки. Я собралась на работу. Многие спрашивают, в чём я хожу. Хотят увидеть мой гардероб. В общем, у меня есть вот такое чёрное платье. Оно трикотажное. Ну, конечно, знаете, вот. Всё, что связано не с собой. Ну, оно быстро приходит как бы в... Не тот вид, который мне нравится. То есть, эта пряжа, она быстро закатывается. Вот. Я так её разбавила. Такой вот серебряный у меня. Мне дарили такую брошь красивую. Пёрышко. И вот так сегодня пойду. Мне очень нравится. Под ботинки грубые. Классно. Знаете, иногда хочется такое что-то... Ну, что-то такое. Свободное. Ненавязчивое. И классное. Надо, кстати, протереть зеркало. Я никак не дойду. Вот. В общем, я поехала на работу. Сегодня день рождения у Даниила, у нашего чудесного сына. Вечером будем отмечать. Ну, так что вот такие дела. Продолжение следует... Продолжение следует...